всем привет сегодня я вскрою шортбок который простоял на киеве четвертого поколения машина семнадцатого года это четвертый кузов еще раз повторюсь коробка автомат 1 из 6 фг мотор на бензине газа не видела машина и что у нее случилось у нее на пробеге сейчас 270 тысяч машина была с нуля в такси скажем так лег мотор ну и для того чтобы не задерживать водителя нашего который должен работать мы просто поменяли ему шортблок у нас лежат восстановленные блоки на эти автомобили и мы просто ему поменяли один днем он продолжил работать а этот шар блок мы скрываем и смотрим что же с ним случилось на пробеге 270 тысяч и с нуля машины ездил на масле мобил супер 3540 а вы не забывайте ставить лайки подписываться на канал и в ссылке в описании под видео будет ссылка на телеграм-канал когда мы вставляем также фотографии этих моторов всякое что у нас происходит и также иногда выставляем какие-то запчасти которые по нормальным целом еще можно купить и также будет ссылка на авито где какие-то запчасти также выставляются данный шортблок я сейчас разберу и мы в два пункта рассмотрим первое это как себя показала масло мобил на пробеге 270 тысяч километров и почему же все-таки мотор встал и масло я хочу сказать менялась каждые 10 тысяч фильтры естественно только оригинал ставили поэтому погнали я снимаю полу поддон и снимаю шатуны и так я снял полу поддон снял шатуны колено пока на месте можно оценить вообще состояние чистоту двигателя внутри на этом пробеге как видно полу поддон чистый для пробега 270 тысяч он очень чистый да если для нагара всякого отложения но без этого никуда не деться поршни также в отложениях но вот видно наработка выработка такая но как бы это не сильно скажем так выработка еще мог ходить он но мы приняли решение его поменять потому что начал уже издавать звуки вот тут тоже выработка и так по маслу я хочу сказать масса себя показала вообще отлично сейчас я еще колено сниму покажу что там коренные бугеля я снял можем посмотреть этих состояния до износ есть но но еще раз на таком пробеге такой износ это ерунда смотрим корень корень все блестит да есть небольшие риски там износ но это следы масла дальше корень целый вкладыши точнее это шатуны есть небольшая но это ерунда это все полировка уберется вот так должен выглядеть мотор с нормальным маслом если вы льете нормальное масло вот практически 300 тысяч прошел и как бы все шейки в идеале коленом в номинале можно сказать но колено в номинале так и останется просто вкладыши поплотнее поставить чуть-чуть полирнуть и пойдет и так что же все таки случилось данным мотором как видно вкладыши хорошие ну на поршнях есть износ но он не критичные кольца я уже снял кольца не легли тут все было нормально шатуны целы ничего не провернула все в номинале и смотрим в цилиндры сейчас попробую показать найти даже вот смотрите не знаю видно вот белое пятнышко прям в центре моего круга видите здесь далее белое пятнышко вот тоже посередине здесь здесь тут и вот здесь белые пятна и так причина того что мотор начал заканчиваться банальное разрушение катализатора еще раз подчеркну на масле mobile она работала претензий к маслу вообще никаких как вы видите нет все трущиеся поверхности в отличном состоянии налет вот это отложение не так его много для двухсот семидесяти тысяч это не очень его много и если компания mobile продолжит оставаться на нашем рынке или как-то будут завозиться запчасти мы естественно продолжим работать только с ними никаких вариантов потому что бывает иногда скрываешь моторы там просто уже даже на ста тысячах здесь все чистенько все хорошо колено в номинале да наверное стоит еще отметить еще раз подчеркну машина наша с нуля и все траты по ремонту по замене мотора шортблока все обслуживание несем мы на наши плечи ложится вся эта финансовая нагрузка поэтому не начать описать что развели клиента да в этом моторе еще раз подчеркну развалился тупо катализатор да он дошел до двухсот семидесяти тысяч показатель кстати говоря очень отличный потому что по сравнению с моей черный рио первое разрушение было на 18 тысячах почему первое увидите следующем видео потому что он опять развалился поэтому можно подвести итог применяя хорошее масло оригинальные фильтра все будет хорошо если не вот это ахиллесовая пята катализатор которую разрушаясь перечеркивает все то что вы делали это масло фильтра обслуживания хороший бензин аккуратная езда он может одноминутно перечеркнуть все поэтому надо я не бью за то чтобы его удалять его надо хотя бы проверять проверять потому что до приезжают автомобили их много которые мы проверяем эндоскопом катализаторы которых все хорошо но к сожалению также много автомобилей которые приезжают и у них катализатор тупо начинает разрушаться и там только показания либо к удалению либо к замене а на данный момент зоне риска по катализатору находятся кирилл третьего поколения до рестайлинг ну и солярис до рестайлинг вот эти автомобили если вы их владельцы проверяйте состояние катализатор он уже со временем становится как труха просто как вот не знаю чем сравнить пластик вы находите в земле который 10 лет приезжал вы его берете он разрушается просто вот так же в таком же состоянии у вас катализатор его нужно проверить если у вас до рестайлинг 1 солярис или 3 рио ну быстрый итог масло мобилл нормальная каталик в рио плохой ну а на этом сегодня все кому видео понравилось ставьте лайки не забывайте подписываться на канал и всем успехов и удачи на дороге